и так ну что ж ариару мои маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона как всегда ваш поклонный слугам амору и это великолепная игрушечка факторию с модом красторио 2 и space exploration как я люблю это говорить и всегда об этом говорю за кадром произошли кое-какие глобальные изменения первое что я занимался за кадром как я говорил в предыдущей части организовал производство таких вот химических заводов с аккумуляторами которые производят аккумуляторные батареи они здесь складируются и благодаря чему теперь у нас есть аккумуляторы тоже самое давным-давно все готово для того чтобы производить вот такие вот солнечные батареи благодаря вот этим двум производством я организовал здесь себе вот такенные солнечно батарейные с цехом я уже давным-давно приготовился необходимые паттерны для того чтобы производить Энергию за счет солнечных панелей В принципе здесь ничего такого сложного нет И такие схемы здесь подготовлены сугубо Для того, чтобы строить все это дронами Благодаря тому, что в прошлой части нам доступны Стали изучения с помощью синих технологических карт Нам с вами открылись Много новых и уникальных изучений Например, открылись те же самые дроны Строительные и транспортные вместе с дронстанциями Дронстанции уже готовы И производятся на моле, благодаря тому, что я Также сюда бетон вывел И надеюсь теперь с бетоном проблем никаких не будет А также здесь я организовал производство Электрических печей, которые стали с недавних пор Тоже доступны, к сожалению пока что Недоступны сами дроны, но я думаю рано или поздно Это очень быстро поправимо Метеорит упал, прикольно Я также занимался тем, что готовился К чему-то больному глобальному И строил здесь сити-блоки В которых мы будем строить различные схемы Переплавки, строительства В итоге наша база должна будет В теории представлять из себя Множественную многоблочную структуру Каждый блок из которой Будет существовать отдельно и обособлено друг от друга Но тем не менее взаимодействовать между собой Ну и два последних момента, которые я делал здесь Первый момент касается того, что я сделал Производство топлива Которое организовано благодаря переработке Дизельного топлива, которое теперь нам доступно Ну а с помощью обычного топлива И реактивного ранца, который я сделал себе И поместил сюда, я могу передвигаться и летать С помощью клавиши J Это невероятная имбовая способность Я безмерно этому рад и очень доволен, что Теперь у меня проблемы с перемещением стало гораздо Гораздо меньше В этой же части очень много у меня запланировано Но, как вы можете видеть Потому что большая часть территории Стала доступна и исследована Основная проблема, которая сейчас наблюдается Это кусаки, которых здесь просто полчища И с этой проблемой как раз я и планирую в этой серии бороться Для того, чтобы попытаться как-то этому противостоять Нам вроде как доступны новые технологические пакеты В виде военных технологических карт Я надеюсь, что ничего сложного в организации этого момента не будет И сейчас попробуем это все организовать Самое сложное, как мне известно В этих картах это слить кусак Которая должна появляться благодаря тому, что мы начнем истреблять этих созданий Очень много что нужно организовывать И даже немножечко разбегаются руки Что именно первоочередно нужно делать Но я думаю, постепенно мы с вами к чему-то наилучшему придем Производство обычных базовых карт здесь организовано Следом идет организация производства электронных компонентов Очень хорошо, что здесь уже предварительно есть биомасса Которая появилась здесь в результате моих истреблений кусак И эту биомассу как раз мы и будем использовать в изучениях Останется только все необходимое здесь поддосоздать С ненавних пор Еще благодаря одним изучениям Теперь ячейка быстрых манипуляторов выглядит примерно вот таким вот образом Благодаря чему я могу забирать получается одним конвейером Не только вот с этой клетки А еще с следующей клетки То есть грубо говоря с трех линий конвейеров мы можем забирать теперь ресурсы Это очень хорошо и поможет в будущих исследованиях Получается вот это и это мы выполнили Осталось самое сложное То есть грубо говоря здесь у меня должна стоять дробилка В которую должен входить камень Из этой дробилки ресурсы должны выходить в теплицу А также в теплицу должен выходить вода Теперь выбираем здесь рецепт И производится дерево Дерево по идее по этой схеме мы должны запиховывать в печку А также в печку мы должны запиховывать уголь И все ради получения какого-то кокса Хотя кокс я по идее мог бы вывести с дальних линий конвейера Где у нас производится сталь Но я думаю это слишком геморрой И лучше сделать здесь небольшое производство по месту Тем более что не такие уж и сильно замороченные ресурсы здесь требуются Теперь я делаю так что здесь производится кокс Уголь пошел в качестве топлива Уголь пошел в качестве ресурса И кокс производится А значит во первых у нас пошла раз линия Дальше мы здесь с помощью кокса будем производить данные исследования кусак На вторую линию вместе с коксом будет обязательно в порядке выгружаться биомасса И останется сюда лишь подвести сталь И все производство пошло Не хватает конечно биомассы Сейчас надо было ее побольше количество Но пока что что имеем то имеем Технологические карты по идее будут выгружаться куда-то сюда И из них уже будем создавать пакеты Вот и все Сейчас это начнет производиться И осталось лишь нормализовать выгрузку Готово Мне теперь точно все доступно для того чтобы реализовать все то что я хочу А хочу я в плане оборонки Первое и основное это лазерные турели Для них нужны вот эти вот лазерные технологии Как раз для них и нужны военные карточки Сейчас я побегаю Вот здесь вот пособираю биомассу Это делается с помощью зажатых клавиш Alt и C Хотя это можно делать с помощью и дронов Но тем не менее Лучше именно таким вот образом Подбегаю Просто вот так вот выделяю область И собираю биомассу Ее понадобится достаточно большое количество Потом я надеюсь мы научимся ее производить из воздуха Ну или там каких-то Купер Убер технологии Но я не думаю что в этом будет какая-то необходимость Учитывая вообще всеобщее количество биомассы Которой будет На лазерных турелях как раз я и хочу делать всю оборонку Для запуска вот этих вот блоков потребуется Гигантское количество оборонизации И как раз для этого всего я и делаю Вот то что я сейчас делаю Мне потребуется для того чтобы здесь Организовать банальную переплавку железа Чтобы на базе с ним проблем не было Развивать вот эту жилу с железом Где 26 миллионов То есть здесь подводить сюда поезд Делать станцию загрузки Сделать оборонку на этой станции загрузки И только после этого куда-то дальше идти Но для этого потребуется гигантское колоссальное количество усилий Но для этого потребуется гигантское колоссальное количество вооружения Это можно было бы сделать на обычных патронах. Даже, наверное, было бы правильнее это сделать на обычных патронах. Но упирается множество факторов в то же самое доставка. И попервой я, наверное, буду всё-таки пользоваться лазерками. Ну а дальше когда-нибудь я сделаю это с помощью обычных патронов. Пока что в ручном формате я их сюда засовываю. Мне не очень хочется ещё одну такую линию конвейеров городить, как я делал с синими микросхемами. Я, конечно, пустил здесь релесы, на которых дальше будет туда-сюда гонять поезда. Но пока что-то я не хочу его особо запускать в производство. Пока я жду изучений. Пожалуй, позанимаюсь тем, что буду дальше удлинять шину. Надеюсь, я и по пути кого-нибудь да не встречу. Нежелательных соседей. А вот и готово. Лазерные турели изучились. Вот они, мои родименькие. Здравствуйте. Для вас нужно куча всего. Хорошо, что кварц есть. Сталь есть. Нужно сделать производство аккумуляторов в обязательном порядке. Пригодится на будущее. Электросхемы, стекло проблем нет. И малые электромоторы тоже сейчас организуем. Производство электромоторов организовано. А, стоп. Погодите-ка секунду. Для них нужен кварц, а не кремень. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну хотя бы всего одна такая станция нужна. Придется здесь сделать дробилку и фильтрационный завод. Для того, чтобы производить этот нужный ресурс. Я не могу нарадоваться, что камень все-таки я вывел здесь. Он так часто пригождался, что даже уже я сбился со счета. Воду подвел. По идее, этот завод должен запуститься. И кварц тоже пошел. Два основных предмета здесь уже есть. Останется немаловажный. И самый, наверное, основной предмет, который мы можем только здесь разместить. Это аккумуляторы. Я хочу их сделать немножечко более в глобальном варианте. У меня есть уже серная кислота на шине. А значит, производству аккумуляторов не должно быть ничего сложного. Железо, медь, да серная кислота. Все это есть. По идее, нужны какие-то крохотные количества для того, чтобы это все производилось в нужных объемах. Так что вообще не заморачивайся. И делаем, как велит сердце. Только вот нюанс. То, что я не сделал большое производство химических заводов. И придется сейчас его... И придется сейчас их делать по месту. Но ладно. Потом на моле не забыть, надо их организовать. Как-то так производство будет организовано. Потом я обязательно это все растиражирую. Но пока что это именно так вот выглядит. Минимальное производство запущено. И аккумуляторы пошли копиться. А значит, аккумулятор я могу вывести вот сюда вот. Еще одну линию, чтобы довести их потом сюда. Тут как раз нам и пригодится тот факт, что мы можем забирать аж... Включаясь третья линия конвейера. А здесь мы можем производить так необходимые лазерные турели. Все готово. Сюда вот размещаем сундучок. Сейчас сюда останется подвезти лишь аккумуляторные батареи. То, что дронстанция здесь, конечно, стоит, это не очень удобно. Сейчас вот здесь вот последний провод. И аккумуляторные блоки пошли. А значит, я могу просто брать и тиражировать вот это вот безобразие до безумных масштабов. Пока что я думаю, 16 штук мне хватит. И пусть они потихонечку создаются. А мы тем временем должны будем наблюдать, как будут создаваться лазерные турели. Если бы я не забыл, то сюда вместе с аккумуляторными блоками должны поступать стальные пластины. Намудрил, конечно, я здесь. Ну ладно. Благодаря тому, что я себе набрал гигантское количество аккумуляторов. И они у меня накрафтились. Я могу себе позволить скрафтить большую персональную батарею. И большую портативную солнечную панель. С помощью которых я и буду все себя дальнейшее организовывать. По-моему, все очень безупречно работает. И тем временем лазерные турели пошли делаться. Я очень сильно этому рад. А значит нам вместе с вами ничего не мешает делать оборонку. Так, у меня пока здесь скрафтились большие персональные батареи. Я их сюда запиховываю. И сейчас они с помощью солнечных панелей будут заряжаться. Шесть турелей. Маловато, конечно, я понимаю. Но ничего страшного. Это все дело наживное. Так как это лазерные турели. Они потребуют гигантских запасов электричества. Было бы не лишним сделать здесь еще парочку таких вот солнечных блок-схем. Которые в случае чего очень бы сильно нам пригодились. Самое сложное, почему мы сейчас не можем наладить дроновое производство. Это две основные причины. Первое, в нехватке, из которой нужна смазка. А также большие электромоторы, для которых нужны гигантские производственные ресурсы в плане электросхем и стали. Ни того, ни того у нас нет. Поэтому мы, надеюсь, будем обходиться малой кровью. Но тем временем я бегу и буду делать добычу железа в промышленных масштабах. Как и хотел. Я сбегал вот к этой жиле. И организовал здесь обычное производство. А также здесь организована погрузка поезда. Грубо говоря, здесь стоят буры. Все буры объединяются в единую линию. В единый склад. Из этого склада идет развилка на два склада поменьше. И уже из складов поменьше идет разгрузка вот в эти склады. Которые загружают в свою очередь поезд. Я уже начал подготовку небольшую. К тому же, чтобы здесь вот вместе с вами размещать первый сити-блок. Хочу я разместить его преимущественно на железо. Ведь, как ни странно, мне здесь понадобится в любом случае делать их несколько. И по-хорошему, первыми должны они быть существовать те, которые будут отвечать за ресурсную базу. И вот как раз ресурсная база в виде железа не помешала бы очень сильно. В дальнейшем обязательно здесь появится медь и прочее. Ну а сейчас начнем, пожалуй, с железа. Ведь, как ни странно, самый серьезный ресурс, которого больше всего не хватает, это сталь. А сталь, как ни странно, делается из железа. И неплохо было бы железо как раз и поставлять на нашу основную базу. А там, гляди, и до самой стали недалеко. Организую, и тут я разгрузку первонаперво склады. Здесь мне не хватает бетона, сейчас за ним сбегу. Для того, чтобы это все объединялось в еще один склад. Примерно как-то так это все будет разгружаться, по моим планам. Здесь я уже потихонечку начал размещать пакетные манипуляторы. В будущем они обязательно будут стоять везде и всюду. Но сейчас неплохо было бы хотя бы их в ручном режиме понакрафтить. Очень было бы неплохо на самом деле это все с помощью дронов размещать. Но, к сожалению, пока что мы не можем из-за недостаточной ресурсной базы. Пока будем пытаться как-то это так размещать. В качестве топлива пока что я временно загружаю сюда топливо. Дальше уже что-нибудь с этим другое придумаем. Станция будет называться что-то типа железопереплавка-доставка. И также поезд будет курсировать в итоге между двумя вот этими станциями. То есть, по моей логике, поезд будет циркулировать между этой станцией и этой станцией. Пока ему не надоест. Эта же станция, я забыл сказать, что организована по логике. Такое, что включается только когда в каждом ряде из складов есть минимум 8000 железа. И так поезд будет на нее ехать и загружаться сразу перманетно. Как только у нее появится необходимое количество железной руды. Так, допустим, я сейчас в него буду оправлять вот этот поезд. И он потихонечку будет циркулировать и заполнять все вот эти вот склады, которые здесь размещены. Не мешало бы также избавиться по большей части от ненужной темы в виде дерева, всякого шклака, который здесь расположен внутри квадрата, прежде чем дальше продолжать строительство. Также я здесь уже подготовился и рассчитал необходимое количество печей, которое здесь должно быть минимально размещено для того, чтобы все успешно вышло и получилось. Тут 40 печей и примерно вот такая вот схема. Все это ужасно просто. Останется только ее вот сюда вот разместить. И таких схем, пожалуй, пока что будет, ну, 4 штучки. Примерно как-то так это выглядит. И примерно такая же схема должна располагаться с другой стороны. Но пока что за недостатком ресурсной базы этого не будет. Главное, что сейчас хотя бы вот в таком масштабе это все запустилось. Тем временем, пока мы с вами разговаривали и строили начало ресурсной базы, поезд уже доставил с первую железную руду и она здесь начала размещаться. Я размещаю здесь первоначально все на железных печах. В надежде, что у меня должно хватить электричества на все мои жизненные необходимости. Да. У меня мои долбогномчики занимаются всем чем угодно, лишь бы не строить. Просто бегают туда-сюда, мотаются. Хотя бы так. Хотя бы так. Пока они все строят, у меня ничего другого не остается, кроме как постепенно это все планомерно подключать к единой переплавочной линии. Ну вот и переплавочка запускается постепенно, не сразу, конечно же. Здесь также нужно будет сейчас подготовить медстанцию по загрузке, откуда железо уже будет путешествовать по различным другим местам. Пока что запущены всего лишь два цеха, но я думаю и такого количества пока что хватит. За не менее большего. Насчет производства стали я до сих пор в сомнениях, стоит ли делать ее полностью автономной. То есть я должен буду загонять сюда железную руду и из нее уже делать сталь. Или же сделать ее зависимой от подобных цехов, где будет производиться железо. И загонять туда железо, а не руду. Очень хороший вопрос, на который пока что ответа у меня нет. Сделаю здесь станцию, называю ее железозагрузком. И теперь нужно настроить логику при помощи арифметических комбинаторов банальных. К сожалению, наверное, вряд ли получится сделать здесь загрузку с двух сторон. Но даже и такого варианта, я думаю, более чем будет хватать. Но по-первых, сам склад я соединяю с входом логического комбинатора. А уже потом все логические комбинаторы между собой соединяю. И выход их делаю на железнодорожную станцию. Заходим в него. Теперь нам нужно выжидать условия, когда железной плиты будет больше или равно 8000. Именно такое количество железной руды, максимальное, помещается в один поезд. В таком случае, если условие будет выполняться, мы выдаем красный сигнал, равный единице. Таких сигналов у нас будет ровно 4 штуки. А значит, отсюда будет выходить при полной загруженности этого склада сигнал равный единице. Значит, мы ставим галочку в станции, включать-выключать поезд. Только когда строгое равенство, 4 красных сигнала, все будут зажжены и равны единице. До ужаса простая логика. И от этого мне безумно нравящиеся. Я не устану повторять, мне не хватает сильнодронов, которые могли бы большую часть работы выполнять за меня. И взять логистическую часть системы на свои хрупкие плечи. Пока я все равно на базе, я хотел бы настроить еще немножко логики. Допустим, вот это вот место, мне кажется, идеально для этого подходящим. И допустим, здесь я захочу сделать себе отслеживание заряда батареи. Это все благодаря моду, которую я сделал себе. Это можно было сделать с помощью обычных лампочек, но это делается гораздо сложнее. Он добавляет много чего интересного. И в том числе, вот такие вот числовые индикаторы. Я их с помощью вот такого красного провода подключаю к аккумуляторному блоку. И делаю информацию в них входящих, то что это буква А. И все. Он пишет то, что заряд батареи 100%. Давайте зайдем посмотрим. И да, заряд аккумуляторных батарей ровно 100%. Меня это вполне устраивает. Теперь я хочу сделать так, чтобы была индикация о том, что допустим, маленький заряд батареи. Для этого я ставлю вот такой вот программируемый динамик. Тоже его проводом подключаю ко всей вот этой вот импровизированной сети. И говорю ему то, что если А будет меньше или равно, ну скажем, 20%, то будет существовать глобальное воспроизведение. С вот таким вот, давайте, любым значком, это не важно. И говорить то, что низкий уровень заряда. Это можно успешно симулировать. Допустим, я вот эту вот всю систему отключаю от сети. Мы видим, как пошел падать заряд аккумулятора. Потому что вот эта вся система, весь молд держится на одном проводе. И сейчас буквально питается от всего аккумулятора. Мы, во-первых, видим, как числовой индикатор успешно показывает процентный показатель аккумуляторной батареи. А также видим оповещение, которое здесь у нас теперь появилось. На значке оповещения то, что низкий уровень заряда. И вплоть до выключения. То есть электричества нету, не подается и ничего не запускается. Подвел я сюда уже вывод железа. И мы видим, как он равномерно начинает распределяться между всеми складами. Останется дождаться остановы до размещения. Мы каким-то таким образом завершили создание половины блока переплавки. Суть схемы заключается в том, что таких блоков, таких цехов может быть безумно большое количество. И это не единственный. И называться, допустим, вот эта станция будет железозагрузкой. И она активируется. И сюда поезд приедет только когда она завершится. Здесь будет такая же станция. И называться она будет точно так же. Только пока что я не размещаю из-за своей ограниченности в ресурсах. Но как только она разместится, так сразу она появится. Возможно, в будущем их будет большее количество. Точно я уверен, что когда появятся более быстрые конвейеры, количество здесь размещенных печей увеличится. А здесь же мы банально упираемся в пропускную способность. Всегда завораживала вот эта штука, когда под конвейером что-то течет, что-то заполняется. В такие моменты просто дико обожаю Факторию. Для стали нам не хватает еще очень важного ингредиента. Это дерево. Для того, чтобы производить это дерево, есть несколько способов. Но как по мне, наиболее выгодный по ресурсам будет вот этот вот метод, где используется еще и песок. Ой, что-то мне подсказывает то, что мы сейчас встрянем по ресурсам. Допустим, вот здесь вот соседний блок. Как раз я буду использовать для того, чтобы здесь первоначально получать песок. Ведь без него схема по добыче дерева работать не будет. А для того, чтобы получать песок, нам потребуются гигантские колоссальные объемы камня. Ну, камень, допустим, вот здесь вот я смогу добывать. В принципе, я этот камень для этого и отложил. Сейчас пойдемте туда налаживать туда пути снабжения поездов, добычу этого камня и все такое по мелочи прилагающееся. У меня есть уже готовая станция загрузки, которую я уже использовал. И она где-то вот здесь вот, допустим, у меня будет размещена. Очень удобная, очень удачная ее компоновка. Как минимум, я так считаю. И пусть она в таком случае здесь и используется. Я надеюсь, моя рельсовая система никому не повредит. Также не забудем разместить в конце этой рельсовой системы вот такой вот перекресток, чтобы поезда смогли не только сюда заезжать, но и выезжать. Там, где пути сходятся, мы размещаем обязательно проходной сигнал, где они расходятся. То есть в начале схемы обязательно располагаем ЖД сигнал. Я, кстати, разобрался, как ни странно, зачем нужны пласты ядра. Возможно, в дальнейшем я как-нибудь отсюда его буду использовать. Это очень прикольный предмет. И с ним очень интересная механика встречается. Допустим, из фрагментов ядра я могу получать уголь. Или ту же самую минеральную воду, или что только мне взбредет в голову в измельчителях. Это очень прикольная механика, которую, пожалуй, мы будем рано или поздно использовать. В условиях, когда мир ограничен и ресурсы ограничены, я думаю, это очень классная тема. Ну вот и получается, я доорганизовал станцию с камнем. Останется всего лишь по мелочи. Здесь сделать такую же станцию, как вот на этом цеху, или на любом другом. Организовать примерно такую же станцию с переплавкой только уже всего. И дальше уже мы будем в следующей серии, наверное, уже заниматься тем, что организовывать зеленые микросхемы и все то, что их касается. Ну и в таком случае, пожалуй, пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда, ваш покорный слугам Амору. И еще услышимся.